Ночь это время сов, но их голоса можно услышать лишь в нужном месте и в подходящее время. Поэтому их выступление мы послушаем чуть позже. Сразу после захода солнца еще поют многие дневные птицы. Кто-то скоро утихнет, едва вечерний сумрак опустится на деревья. В парке зажгутся фонари и придет время истинных пернатых маэстро ночи. Обыкновенный соловей. Это главный ночной певец мая. Он может петь в любое время даже тогда, когда замолкают на время дрозды. Субтитры создавал DimaTorzok Поскольку большинство ночных певцов также поют днем, особенно на зорях, то мы будем смотреть и слушать их преимущественно в светлое время суток. Так мы познакомимся с самыми распространенными ночными голосами средней полосы России. Субтитры создавал DimaTorzok Как бы ни было красиво и разнообразно пение соловья, но куда больше наполнено событиями и хлопотами его гнездовая жизнь. О том, где гнездятся соловьи, как насиживают яйца и выкармливают птенцов, мы уже подробно рассказывали в фильме «Гнездовая жизнь соловья в трех частях». Но вернемся в вечернюю урему. В приречных лесах, парках городов, а то и просто в деревне, гораздо раньше соловья прилетают и начинают петь и днем, и особенно ночью, все наши дрозды. Дрозды не такие уж далекие родственники соловья, поэтому пение соловья иногда путают с выступлением певчего дрозда. Пауза между фразами – это признак умелого певца. У этого деревенского дрозда хороший учитель – соловей. Нередко разные птицы даже учитывают пение друг друга и выступают согласованно. Как пример этот певчий дрозд и соловей, поющий за кадром. На другом конце деревни с заходом солнца начинает скрипучее выступление другой певчий дрозд. Он звучит совсем иначе. Вообще голоса птиц отличаются и по регионам, и у конкретных особей, и даже от настроения и состояния птицы зависит песня. Словом, все как у людей. И все же есть у певчих дроздов классические фразы, которые в народе передают словами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... После заката солнца умолкнут неутомимые пылевые жаворонки. Стихнут на время и дрозды. Но после полуночи завоют они с новой силой. Особенно красивы флейтовые свисты черных дроздов. Стихнут на время и дрозды. Стихнут на время и дрозды. Возможно не так благозвучен голос дрозда рябинника. Но они тоже не отстают от своих собратьев и трещат ночью стройным кором. Стихнут на время и дрозды. Если вернуться к красивым и таинственным голосам ночи, то после Соловья и Дроздов можно отметить мелодию Зарянки. Нередко Зарянку называют Малиновкой, но поскольку раньше этим же именем называли Зеленую Пересмешку, Садовую и Болотную Камышевок или Камышевок, то имя Малиновка может ввести путаницу. А уж Зарянка это всем понятно, тем более что петь она любит на зорях и на груди у нее Малиновый закат или восход, кому как больше по душе. Позже Дроздов, Зарянки и Соловья прилетает Садовая Камышевка. Голос этой маленькой невзрачной птички полон замечательных и разнообразных мелодий, а потому ее иногда также принимают за Соловья. И она, Садовая Камышевка, в отличие от большинства своих родственников, очень любит петь поздним вечером и ночью. Впрочем, вечером и ночью у реки в тростниках можно услышать трескучую песню, Дроздовидной Камышевки. Ее выступление трудно назвать мелодичным, зато слышно его далеко. И это фоновый голос тростников и рогоза в сумерках. Там же, на водоеме, вы наверняка слышали и низкий рев водяного быка. Так кричит самец Большой Выпий. Увидеть и записать, как поет Бугай, мне пока не доводилось. Но фильм «Большая Выпь» и ее скрытный дневной образ жизни подробно рассказывает о гнездовых хлопотах, которые целиком ложатся на плечи самки. Совсем иначе обстоят дела у «Малой Выпи» или «Волчка». И самка, и самец принимают равное участие как в насиживании яиц, так и в кормлении птенцов. А вот голос «Волчка» услышать можно лишь с очень небольшого расстояния. Кажется, что кто-то ворчит в тростниках. Это обыкновенный погоныш. Сразу по прилете его можно услышать и днем, но обычно он начинает свою нехитрую арию, когда последние лучи солнца исчезнут за горизонтом. Малый погоныш живет и поет там же, где и обыкновенные. Увидеть этих птиц невероятно сложно, поэтому именно голос порой является единственным надежным способом узнать, какие погоныши живут в конкретных тростниках. Вообще, тростниковые рогозовые крепи полны таинственных звуков. Взять хотя бы голос камышницы. Для того, чтобы узнать, какие птицы поют и живут у реки, лучше ознакомиться с отдельным фильмом на канале. Сегодня мы, пожалуй, отметим еще соловьиного сверчка, поскольку он и живет, и сверчит непременно рядом с водоемами. Речной сверчок, несмотря на название, встречается не только у рек, но и в лесу, в садах и парках. И его песня тоже часто слышна в сумерках. Ну а на сухих полях и лугах выступает еще один наш сверчок. Обыкновенный. Все сверчки очень любят петь в сумерках, поэтому мы включили их в обзор ночных пернатых певцов. И раз уж мы остановились на лугу, то отметим другие таинственные крики, которые разносятся повсюду, где есть достаточно высокая трава. Трещотку крастеля ни с кем не спутаешь. А уж как он любит трещать в темноте, хорошо знают любители ночной рыбалки. Ну кто смотрел репортаж, кто в поле трещит, уже хорошо знаком с этой птицей. Пить попить или спать пора, кричит соседка крастеля, перепел. Вечером и ночью такуют многие кулики. Мне пока удалось наблюдать только ток дупеля. Его мы и послушаем. В сумерках и ночи нередко можно услышать пронзительный крик. Чаще всего это кричат или пищат совята. Так они просят родителей принести корм. Многие слетки, птенцы, недавно покинувшие гнездо, еще не умеют летать. И все же они не нуждаются в помощи человека. Родители прилетят и покормят их, как раз ориентируясь на их писк. Записать на видео атакующих сов задача непростая. Поэтому сегодня я поделюсь тем, что есть. Это голос серой неясыки. А это крик домового сыча. А это голос серой неясыки. Поющего в ночи козадоя мне еще, надеюсь, посчастливится записать. А про гнездовую жизнь я уже кое-что рассказывал. Напоследок отметим еще горехвосток. Они очень рано, еще до рассвета, могут подавать голос. Особенно горехвостк чернушки в деревне. Конечно, многие таинственные и редкие ночные глаза птиц мы сегодня так и не услышали. Но самые распространенные вы теперь знаете. Пишите в комментариях, кого еще не хватает в нашем ночном хит-параде. Надеюсь, пройдет время и вместе мы дополним этот обзор новыми песнями пернатых полуношников. Сейчас, пожалуй, прислушаемся к совету перепела. Спать пора. С вами был Василий Вишневский. Спасибо за ваш интерес к ночным голосам леса и поддержку канала. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok